Сегодня на небе несколько интересных позиций. Давайте их рассмотрим. Во-первых, Меркурий, который был в литроградном движении, наконец-то развернулся и включает прямое движение. То есть у всех знаков зодиака будет сейчас что-то позитивное, хорошего, связанное с информацией. Совсем скоро Меркурий вернется обратно в знак Дева, и у многих будут какие-то приятные позитивные известия. Давайте начнем сегодня с знака Овен, потому что Луна сегодня движется именно по этому знаку. Луна управляет водной стихией, а Овен – огненная стихия, то есть вода у вас будет закипать. То есть вы будете такие немножко опасные для общества, ну просто попробуйте вот сегодня-завтра, ну как-то быть более сдержанными. Потом попозже Луна переходит дальше, и все у вас будет прекрасно. Мало того, пока Меркурий делает последние градусы по знаку Лев, какие-то хорошие новости вас могут ожидать. Телец. Ну у Телецов все немножко нестабильно, пока Меркурий идет по этому самому Льву, но Меркурий уже развернулся, и совсем скоро, буквально числа 12-го, он уже входит в знак Дева, и это прекраснейшее для вас положение. И в вашем распоряжении сейчас будет и энергия Солнца, и Марса, и Меркурия. То есть фортовость, но тем не менее Венера все еще в напряженном аспекте, будьте осторожны и аккуратны с финансами. Близнецы. Вас немножко, вы такой попадаете, можно так сказать, в зону турбулентности. То есть вас немножко будет штормить. Но ничего страшного, Меркурий достаточно быстро двигается, поэтому буквально там 2-3 недельки, и все у вас будет замечательно. Мало того, будьте внимательны и аккуратны с законом, потому что Сатурн в оппозиции к вашему знаку по-прежнему. Не нарушайте закон. Это, конечно, всех знаков касается, но близнецов на данной неделе особо важно на это обратить внимание. Рак. Сегодня ситуация у Рака может быть сложненькая, потому что Луна Ововне будет вышибать Раков из внутреннего равновесия. То есть эмоциональный будет такой раздрайв. Но ничего страшного, Луна движется быстро, буквально послезавтра она уже переходит в знак Телец, и будет вам счастье в количестве оптовом. Прошу Раков обратить внимание вот на что. Юпитер с Ураном сейчас создает не очень хороший аспект, поэтому смотрите планы, которые у вас далеко идущие планы. Перепроверьте их 10-20 раз. Лев. Сегодня и завтра, пока Луна движется по Овну, Львы будут чувствовать себя великолепно. Однако, уже с понедельника Луна переходит в знак Телец, и Львы будут испытывать некоторый дискомфорт. Тем не менее, Венера все еще в вашем знаке. Мало того, в вашем знаке сейчас по последним градусам движется Меркурий. То есть какие-то хорошие новости, связанные с финансами, будут к вам поступать. Девам. В вашем знаке движется сейчас Солнце. В вашем же знаке уже вошла планетка Марс. То есть вы будете полны сил, полны энергии. Мало того, в начале следующей недели в ваш же знак входит Меркурий. И какое-то вот большое количество движений вокруг вас будет происходить. Самое главное, я уже говорил на прошлой неделе и повторюсь, пока Солнце создает напряженный аспект к Нептуну, никакого алкоголя. Только трезвость мышления. Весы. Ну, весов по-прежнему. Но еще, наверное, недельки три это будет. Напряжение Юпитер-Уран создается в оппозиции. Поэтому будьте внимательны с электричеством. Будьте внимательны при покупке электрической техники. И всего связанного с компьютерами, телефонами. Ну, лучше воздержитесь. Потом Юпитер перейдет в Скорпион. И покупайте что угодно. Желательно, если вы воздержитесь до начала октября. Потом делайте что угодно. Скорпион. Ну, вот Меркурий еще немножко будет вам досаждать. Буквально пару дней, пока он идет по знаку Лес. Скорпионы будут чувствовать себя нервозно. Я бы рекомендовал Скорпионам в ближайшие 3-4 дня мелиса, лаванда, ну, всякие травочки, укрепляющие нервную систему. Потому что нервы будут идти немножко на грани. Ну, ничего страшного. Потом Меркурий перейдет в Деву. И как-то все нормализуется. Но сейчас будет небольшое напряжение. И особо будьте внимательны понедельник и вторник, когда Луна будет в оппозиции к вашему знаку. Стрелец. Ну, у Стрельцов все более-менее. Пока вот ближайшие 2-3 дня, пока Меркурий находится в знаке Лев и создает хороший аспект к Сатурну, который в Стрельце, какая-то позитивная информация может к вам прийти. Попробуйте воспользоваться вот этими днями сегодня, где-то до понедельника, успеть решить какие-то важные вопросы. Потому что потом Меркурий уйдет в Деву и будет немножко сложновато. Мало того, движение Венеры обещает Стрельцам в ближайшую неделю-полторы какие-то симпатичные финансовые сюжеты. Козерог. Замечательно, что и Солнце, и Марс, и вот-вот-вот Меркурий переходит в Деву. Для Козерогов это только хорошо. То есть три планеты сейчас будут вас поддерживать. Поэтому сейчас можете назначить себе какие-то важные перспективы, какие-то интересные дела. Минимум 2-3 недели у вас будет такая повышенная фартовость. Водолеи. Водолеям могу порекомендовать немножко терпения. Вот сейчас Луна перейдет в Телес, Водолеям будет немножко хлопотно. И Меркурий вот-вот-вот. И выйдет такие запозиции к вашему знаку. И какие-то сложные сюжеты, которые у вас в жизни были, можно сказать, завершатся. Нельзя сказать, что прям будет все очень хорошо, но будет значительно лучше. Далее. Рыбы. Ну, рыбам сегодня и завтра будет немножко, как бы это сказать, некомфортно. Потому что и Солнце, и Марс в оппозиции к вашему знаку. Туда же Меркурий перейдет. Поэтому на ближайшие пару недель, ну, включите такую умеренность, терпение. Но тем не менее, это сложность, которая приведет к решению каких-то вопросов, которые вы давно не могли решить. То есть будет напряжение, и в этом напряжении вы сможете что-то очень конструктивное, интересное сделать. Вот примерно такая картина. Спасибо.